всем привет сегодня будет на обзоре android приставка openbox a7 это приставка от знаменитой компании openbox они выпускали раньше спутниковые тюнеры но вот уже недавно времени начали выпускать android приставки это приставка четырехъядерная 2 гигабайта обычной оперативной памяти и 16 встроенной памяти на борту android 7 и поддержка 4k hdr видео 10 битвы при 9 встроенный вай фай модуль поддержка кодека в h265 ну давайте посмотрим на комплектацию в комплектации идет такая мануалочка на которой написано название устройства описано комплектация вот как мы видим процессор cortex а53 1 и 5 гигагерц четырехъядерный графическое ядро арм мали 450 gpu 750 мегагерц декодер видео вот видите какие форматы видео 2 гигабайта встроенной памяти 16 16 встроенной по эти два оперативной встроенный вай фай подключение кабель к сети интернет 100 мегабит ну и поддержка кодека в видео и формата какой которые с которыми работает данная приставка ну давайте сейчас посмотрим нам комплектацию комплектация идет вот таких коробочках и так в комплекте идет неплохой ажи мей и мэй кабель так что докупать ничего не надо все в комплекте есть хороший добротный неплохой следующий у нас коробки сейчас посмотрим что у нас здесь идет ну в этой коробке запакованные батарейки ну батарейки пока еще ложат в комплектации это очень хорошо сейчас мы посмотрим вот такие батареечки также в этой коробке у нас идет блок питания выносное но 5 вольт 2 ампера как бы можно сказать 10 ваттная сейчас всех устройствах такое идет ну и в этой коробке должен быть пульт вот такой пульт open box неплохого качества кнопки все хорошо работает есть кнопочка мышки можно переключать и как бы использовать его как мышку ну и слот дабы для батареек так ну и давайте сейчас посмотрим на саму приставочку какие у нее есть выходы и входы вот такая приставочка небольшого размера сват тиви медиа центр а7 впереди название фирмы open box два разъема usb 2 и ну для подключения флешек вход на питание lan кабель а в выход hdmi и можно расширить память 16 габайт добавить на карту памяти такой как в телефоны 32 64 гигабайта или мне кажется 128 вроде тоже поддерживает так что такая неплохая приставочка ну и сейчас посмотрим к телевизору посмотрим на краткое меню как настраивать и вообще что у нее есть как она вообще работает ну суп это использование приставка шустрая быстрая с видео справляется неплохо есть много приложений есть собственный маркет есть google market ну сейчас мы вот видите сразу на дисплее уже видно и погоду и дату и разные приложения давайте зайдем режим настройки вот первое это режим сеть в этом режиме сеть можно подключаться к вай фай сети и через выход из арнета к кабелю интернета также есть разрешение экрана можно настраивать под свой телевизор но можно выставить автоматический выбор и глубоко и цвет тоже можно активировать чтобы была картинка поярче покрасивее вот мы видим какие у нас есть расширение это все тоже можно настроить вручную или авто выбор расширение следующий раздел этого увеличения экрана чтобы на весь экран была картинка поворот экрана режим hdr можно включить выключить если вас чире вижу этот режим показывает можно включить и режим ожидания дальше настройка звука системные звуки и звук долги следующие системные звуки можно включить выключить это приложение в этом режиме можно удалять и лишние приложения чтобы освободить памяти и посмотреть какие здесь приложения в этой приставке установлены ну и хранилище внутреннее хранилище 12 гигабайт свободно 4 гигабайта занимает приложение и операционная система дальше настройка даты и времени здесь есть авто настройка дата и настройка времени выбор языка клавиатура hdm как этом этот режим можно включить и при включении телевизора сразу будет включаться приставка настройка воспроизведения тоже можно включить выключить специальные возможности есть субтитры сервиса и синтез речи тоже можно настроить и другие настройки всегда когда нажимаешь переходишь в режим как в обычном андроиде и тоже можно здесь тоже кое-что подстроить так ну и давайте дольше посмотрим что какой здесь маркет маркет это отдельный open box of sky здесь приложение которые более всего адаптированные к приставке open box ну вот раздел т.в. какие видите приложения спасти виль нетфликс экстра тиви мегагоу айбокс тиви свет тиви кинотеатры такие кинотеатры у нас youtube смарт тюб и и весь смарт тюб это разновидность ютуба приложение для музыки приложение именно open box of sky их не очень много но это я думаю и не страшно потому что спай маркета можно останавливать и больше приложений вот есть музыка youtube есть образование тот носа утилиты можно тоже выбрать установить которые интересуют вот видите там и фейсбук есть и mx player и погода ну и все есть некоторые игры которые хорошо адаптированы к данной приставке тоже если любите поиграть можно что-нибудь установить ну и другие приложения такие telegram ну еще некоторые приложения вот давайте запустим смарт тюб это здесь установленное такое приложение для youtube а на этой приставке она работает отлично можно пользоваться так входим браузер пропустить ну и вот картинки загружаются быстро отлично все работает неплохо так ну сейчас давайте видите как работает давайте что-нибудь запустим ну вот какая-то успокаивающая музыка давайте мы ее и включим так и вот пошла картинка как вы видите неплохо работает ну а мы посмотрим дальше на наше меню и что у нас еще есть так давайте выйдем с этого приложения и посмотрим что у нас еще за приложение есть приложение куди она во многих приставках уже многим она знакомая она здесь тоже установлена с коробки можно все тоже пользоваться этим приложением кому она нравится если нет можно удалить потому что ну приставку можно очень много всего установить но многие любят это приложение поэтому можно пользоваться так вот есть play market обычных стандартные но чтобы play market зайти нужно зарегистрироваться своем можно например с телефона смартфона ввести и похожие приложения будут здесь здесь через номер телефона нужно войти в учетную запись google и скачивать приложение которые вам интересны для данной приставки есть с этого приложения можно установить некоторые игрушки присоединить джойстик на джойстик блютуза нету в этой приставке нужно отдельно адаптер докупать да также можно данную приставку подключите t2 tv stick вот такой t2 адаптер от компании openbox фирменный можно вставить usb разъем здесь есть выход на т2 антенну можно оставить и приложение под tv hd активировать и можно сканировать т2 каналы и эту приставку использовать как т2 приставка и смотреть т2 телевидения но приставка польская антенна нужно подключать блок питания чтобы был сигнал а если вы находитесь где-то рядом возле вышки то блок питания не понадобится и вполне можно поймать сигнал поэтому эту приставку можно превратить в т2 тюнер с помощью стика но стик ну нужно покупать оригинальный openbox вский и будет все работать прекрасно можно смотреть обычные цифровые каналы на данной приставке так что вот такая у нас умная приставочка от компании openbox но у меня сигнала нету потому что у меня наружная антенна и поэтому ну нет питания а сейчас мы попробуем как устанавливается с флешки приложения на данную приставку здесь я установил одно приложение на флешку сейчас мы ее подключим приставки зайдем в приложение выберем файловый менеджер зайдем вот видите юсб накопитель и выберем а пока приложение firebox это такой кинотеатр сейчас мы его нажимаем он должен установиться так смотрим вот пошла установка этого приложения сейчас мы ее установим на данную приставку и посмотрим можно ли из флешки устанавливать приложение где-то скачивать мимо play маркета потому что на сяомишных приставках там микс мебокс с митивистик сложно установить приложение вне маркета там нужно немножко потанцевать с дубном и чтобы получилось это все танцевать она прямой из флешки не устанавливается приложение ну вот такое сяоми но на этой приставке можно установить прямо с флешки приложения вот видите мы уже его устанавливаем сейчас вот уже появилась в списках это приложение firebox это отличное приложение здесь много фильмов сериалов и можно устанавливать всякие приложения мимо play маркета вот так мы запускаем это приложение здесь видим tv версия мобильная версия устанавливаем и вот мы видим список фильмов которые можно смотреть так что этот кинотеатр очень неплохой ну что могу сказать об этой приставке неплохая приставочка от известной компании openbox которые многие любят вполне можно приобрести ее большой плюс что можно она работает с т2 стиком можно использовать как т2 приставку ну им куча приложений для мультимедиа все работает отлично youtube запускается отлично фильмы идут тоже все быстро приставка хорошая могу посоветовать потому что новый бренд известный компания известная поэтому неплохая приставка это я здесь и и обычный youtube тоже можно полазить посмотреть и можно установить куча куча всяких приложениях работает прекрасно и skype только нужно отдельно там микрофон подключать и камеру на это все работает через здесь бы выход можно и другие приложения вот видите запусками на гул тоже здесь кстати на данный момент есть каналы некоторые идут общая бесплатно просто установить мегагол и смотреть канал а вот давайте например запустим это и посмотрим как идет вот этот мультик видите идет он без проблем без зависаний все работает все супер так что отличная приставочка могу вам посоветовать можете поискать приобрести но всем спасибо за просмотр и до новых встреч и всем пока пока до новых встреч